Добрый вечер. Вы на канале A1. Вы смотрите «Большую рыбу» у меня на кухне, в этой авторской передаче. Вместе со мной, для тех, кто только что подключился, меня зовут Юрий Грымов, начинающий режиссер, человек, который интересуется кино, и прежде всего зритель, человек, который любит смотреть кино, это я. Мы сегодня обсуждаем с вами бюджет картины. Добрый вечер. Вы в прямом эфире на канале A1. Как вас зовут? Откуда вы? Добрый день, Юрий. Андрей, город Орел. Откуда вы? Андрей, откуда вы? Город Орел. А, Орел. Да, здравствуйте. Что вы думаете по поводу вообще бюджета? Надо такие тратить деньги большие на вас, зрителей? Ну вот, как бы, говорите вы, зрители. Хотел сказать, как такое замечание было, справедливо замечено, что не стоит абсолютно сравнивать бюджеты голливудские и наши отечественные. Как же? Уже сравниваем. Господа, последний фильм Тараса Бульба – 20 миллионов. Это в Америке событие. Знаете, 20 миллионов – это не каждый день в Америке снимают фильм по 20 миллионов. Там каждый день снимают по 5. Уже мы догнали Голливуд почти. Я хотел сказать немного о другом. Пожалуйста. Мало кто в стране знает, например, бюджет фильма «Поворот» сцена. Но прекрасно все знают, что Михалков потратил цирюльников 45. 56. 56. 56. 56. Сибирский цирюльник обошелся в 56 миллионов долларов. Ну, да, уточню. Ну, не важно, да. Я просто уточняю, чтобы быть точным. Ну, так чего? «Поворот» – дешевый фильм, извините слово «дешевый». Недорогой по бюджету и дорогой фильм Никиты Михалкова за 50 миллионов долларов. Так вот, что вы говорите? Что снимаем недорогое кино? Или все-таки надо зрителю красот? Алло? Надо зрителю, в первую очередь, я считаю, более-менее какой-то откровенности. Прежде всего, для меня важен режиссер. И как-то я потом пропускаю мимо ушей сумму, которую он затратил на этот фильм. Смотрите, я понимаю, что вы говорите, и большое вам спасибо, что вы такой мудрый и тонкий зритель, для которого нужен режиссер, потому что очень важный рассказчик, я согласен с этим. Но, вы знаете, опыт-то даже нашей небольшой этой передачи показывает обратное. Как только начинают говорить про бюджет, как только говорят про большие рекламные деньги, вложенные в кино, зритель приносит миллионы. Как только появляется скромный фильм, тоже «Рестлер», который собрал минимальное количество, сейчас я рекомендовал посмотреть «Гранд Турино», который соберет еще меньше, чем «Рестлер». Вы понимаете, что так произойдет? И я вам сегодня буду рекомендовать еще один фильм смотреть «Потрясающую маленькую мисс счастье», который вообще собрал 52 тысячи долларов в российском прокате. 52 тысячи долларов. А в США собрал 300 миллионов долларов. Поэтому очень странно. Мне тут приходят вопросы на сайт канала iOne. Я напомню, телефон 8495-276-0985. Такой вопрос интересный. Влияет ли зарплата Грымова, то есть меня, на качество программы «Большая рыба»? Ну, знаете, я вам скажу такую вещь честно, что... Помните, в 85-м году, кто был помладше, сейчас уже постарше, в 85-м году был Горбачев, который говорил про экономические рычаги. И всем казалось, что чем больше ты будешь платить, тем больше люди лучше и больше будут работать. Это не так. Вот в моей жизни деньги меня догоняют в том плане, что я врубаюсь в проект ради всегда интереса. Поэтому нет прямой зависимости. Сейчас мне больше заплатят. Что, я начну говорить быстрее? Что, я начну готовить рыбу вкуснее? Что изменится? Да, если увеличится немножко бюджет, может быть, мы здесь что-нибудь так вот золотом так как-то намажем. Потом будем соскребать. Поэтому моя зарплата не влияет на качество этой программы. Извините, что если передача вам кажется некачественной, мы поговорим с продюсерами канала. Пусть они сделают эксперимент надо мной, жестокий эксперимент. На следующий эфир попытаются мне заплатить много, я буду отпираться, отпираться. Не надо мне столько денег, вы что, мы не за этим работаем. Попробуем на следующей передаче получить больше денег, и вы почувствуете разницу. Будет она лучше или хуже, увидите вы. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Откуда вы, как вас зовут? Аня, мы тище. Аня, мы тище. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела ответить на ваш вопрос. С удовольствием. По поводу фильма, который поразил высокобюджетных. Ну, для меня это властелин колец, конечно. Вот. Ну, там бюджет страшный, знаете, да, там 300 миллионов долларов. Ну, да, я считаю, что здесь не только бюджет, да, но какие-то другие положительные составляющие. Ну, там режиссер еще приличный. И сценарий, и режиссер, да. А просто бюджет, и при этом, который играет только на спецэффектах, я считаю, это не стоящий фильм. А можно вам задать вопрос некорректный? Давайте. Сколько вам лет? Мне 18. 18 лет? Да. Точно? Точно. Ну, тогда я счастливый человек, что меня все прокатчики убеждают, что аудитория 16-20, это как раз та самая аудитория, которой нужно просто, ну, попса, кричащие, большие бюджеты и так далее. Я очень рад, что вы находитесь в таком прекрасном возрасте и оцениваете что-то другое. Большое вам спасибо за звонок. Вы знаете, я вам сейчас... Вы знаете, еще вот на этот счет свое мнение, просто почему на высокий бюджет идут люди, да? Это, кстати, в вашей какой-то было передаче уже вопрос такой. Вот эти фильмы, они, в принципе, особого смысла не несут. А человеку, мне кажется, сейчас их смотреть гораздо легче и приятнее, просто на красивую картинку. Потому что, по-моему, не все сейчас могут вникнуть в суть. Почему? Что изменилось с людьми? Вы знаете, я вот буквально вчера прилетел из Приднестровья и встречался там со зрителями в университете, читал лекцию. Мне это вообще поразил меня этот город. Вообще поразил. Вообще. Люди, которые настолько открыты, они хотят видеть другое кино, они вообще там как заспиртовались в хорошем смысле слова. У них какие-то есть ценности. А когда вы говорите, что зрителям нужны просто цветные картинки, а вам же не нужно получается? Вы говорите, что зрителям нужно сейчас развлекаться. А вам? Нет, ну можно же развлекаться, например, тоже в «Ластерин колец». Картинка не обыкновенной красоты, да? Да. Это развлечение, но при этом оно еще несет какие-то за собой идеи и как-то одухотворяет человека. Ну, да, я согласен. Это такое хорошее ваше, скажем так, мнение о том, что все-таки надо сочетать и то, что дается вам, зрителям, и вкладываются деньги. Но все-таки, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите фильмы малобюджетные. Откуда вы про них узнаете, про эти фильмы, что они существуют, если у них нет денег на продвижение картины? Ну, это, конечно, большой вопрос. В принципе, конечно, легче узнать о том, что постоянно по телевизору через каждые пять минут рекламу показывают, тем какой-то авторский фильм. Потому что зритель инертный. Вы знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы реклама фильма была только бы анонсами в кинотеатрах. Не вкладывать эти 2-3 миллиона долларов, безумие, завешивать город билбордами, тратить гигантские деньги. Вот любишь кино, пришел в кинотеатр, увидел анонс, прочитал максимум интервью в какой-то газете или в интернете, но ведь удивительные вы мои зрители. Не идете вы на такие фильмы. Не идете. И мы об этом говорим. Почему вы не идете? Нет, вам надо каждый день для всей страны, на всю страну, для всех 5 миллионов бубухать в одну только рекламу. Почему? Почему? Нет, ну, в принципе, есть, конечно, люди, которые ищут для себя то, что именно им хочется смотреть. Они не смотрят там какие-то попсовые фильмы, но их, конечно, меньше. Хорошо, спасибо вам. Знаете, пока мы тоже рассуждаем и думаем, что с этим делать, плохо ли это, хорошо. Хорошо, я вам сейчас хочу поставить клип, очень дорогой клип. Мы хотели вам поставить самый дорогой клип, помните, у Майкла Джексон был за 7 миллионов долларов, да? Я до сих пор не понимаю, куда они там его потратили, эти 7 миллионов долларов. Помните, в белой студии там они все летали, и долетали, но неважно. Мы вам поставим неплохой клип, на мой взгляд, Джамира Квайн, это посвящен Годзилле, это не только там фрагменты этого фильма идут, но этот клип действительно снят, потрачены колоссальные деньги, и мне кажется, сделано очень хорошо, потому что бюджет картины, вот у меня написано, да, был 130 миллионов Годзиллы. Клип тоже стоит приличный денег, у нас нет точной цифры, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, клип заслуживает того внимания, а я пока узнаю, что у нас с рыбой. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 некая нестыковочка вкладывания денег в рекламу. Я могу объяснить. Вот если бы я нарисовал кривую, не буду рисовать, так я покажу, кривую вкладывания денег в рекламу. Смотрите, что интересно. Вы вкладываете 4, 3 или 5 миллионов долларов в рекламу на фильм. Вы зарабатываете деньги, ну, прокатчик и кинопроизводитель на чем? На билетах. А денег вложили вот столько. Знаете, что происходит в США? Почему много денег тратить на рекламу? Выход фильма и вклад денег в рекламу фильма это старт зарабатывания денег в долгую. Объясню почему. 5 миллионов долларов, может, даже больше бюджета фильма. Вы срываете не куш в первый уикенд, а потом в течение нескольких лет компьютерные игры, игрушки и так далее. То есть фактически вкладывая 5, а то 10 миллионов долларов в рекламу, вы раскручиваете целый поток товаров, который рекламировался здесь. Это тогда, это выгодно. А получается так, что у нас на сегодняшний день все российские фильмы, в основном, даже в которых большие бюджеты, отбивают только рекламные деньги, но не бюджет картины. Это в том, что рекламировать по центральным каналам один магазин обуви. А теперь, если у вас 100 магазинов, а реклама-то одна и та же, значит, вы делите этот рекламный бюджет на 100 магазинов обуви. Тогда это выгодно. Поэтому, когда в России рекламный бюджет будет стартом для больших продаж не только фильма, а очень много вещей, тогда это будет выгодно. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Я тут петрушечку пока режу. Я готовлю петрушку, вот я мелко порезал, тоже вы приготовьте, мы будем посыпать рыбу. Добрый вечер, откуда вы? Здравствуйте, я из Москвы, меня зовут Ирена. Ирена? Да. Здравствуйте, Ирена. Во-первых, я хотела сказать, вы удивлялись, почему вам все говорят, что многобюджетные фильмы нам не интересны, а все идут потом в кино на многобюджетные. Но я думаю, что это потому, что те, кто смотрит ваши передачи или вступает с вами в разговор, может быть, отличаются от тех, кто заполняет залы, ну... Я понимаю, о чем вы говорите. Мы пересмотрим передачу и начнем говорить здесь про всегда бюджетные картины, говорить про Comedy Club, пригласим ребят, пусть нас смешат. Да, мы попробуем переставить формат передачи. И еще я хотела сказать, что говорить, что многобюджетный фильм – это плохо, а малобюджетный – это хорошо. Никто не говорит, плохо или хорошо. Хорошо, мы рассуждаем, мы рассуждаем. Мы не говорим, плохо или хорошо. Ни в коем случае. Да, но во всяком случае, ну, это не очень разумно, потому что для каждого фильма своя стоимость. Вот, например, я просто не знаю, никогда не обращала внимания, когда иду на тот или иной фильм, на бюджет, но мне кажется, что вот у фильма «Догвель» должен быть бюджет не очень большой, потому что там мелком границы домов расчерчены, и никаких спецэффектов нет. Но, тем не менее, этот фильм – один из моих любимых. А что касается много бюджетных, тут я хотела бы выразить свое просто фи, я не могу понять, куда ушли миллионы на фильм «Обитаемый остров». Вы знаете, мы обязательно поговорим… Спасибо вам большое, звонок, мы обязательно поговорим про вот такую бюджетную картину и события в российском кинематографе «Обитаемый остров». Но вы знаете, я скажу вам одну такую интересную вещь. Это очень плохо, что российское кино с таким большим бюджетом собирает очень мало. Объясню почему. Вы знаете, когда самый большой успех картин в прокате? Когда вы, зритель, пришли в эту неделю на одно кино и вам понравилось, вы пойдете на другое кино на следующей неделе. А если любой русский фильм проваливается в прокате, идет, он за собой в эту трясину тянет все понимание русского кино. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Федор Нижний Новгород. Здравствуйте. Что вы нам подскажете и поговорите с нами о бюджетах картинах? Мы уже говорили о том, что да, важно качество. Если отвечать на прямой вопрос. Что, что? Если отвечать на прямой вопрос по бюджету фильмов, то, конечно, можно говорить только о соотношении цена-качества. И поэтому тут, наверное, вопрос может быть закрыт однозначно. Ну, на самом деле, для кинопроизводителей он закрыт тем, что чем больше бюджет, тем больше шансов не вернуть деньги. Вы согласны с этим? Это колоссальный риск. Абсолютно. Абсолютно. И вот сейчас, например, Лукас сказал, что, я не помню точного числа, по-моему, в 2012 году он говорил, что картины не будут стоить дороже 10 миллионов долларов в Америке. Все. И к этому все идет. К этому все идет. И я, на самом деле, тоже большой противник больших бюджетов. Потому что, когда у вас есть большой бюджет, вы тратите больше сил не только на то, как этот бюджет освоить, а чем вас зрители удивить? Какая машина куда пролетела, где взорвалась и так далее. А когда у вас бюджет небольшой, вы общаетесь со зрителем интимно. Вы общаетесь с ним на каких-то доверительных моментах. Вот для вас лично бюджет... Вот одна девушка писала тут, я с ней частично согласен. Вот если написано большой бюджет картины, вас это пугает или вас это привлекает? Нет, меня отталкивает. Если говорить о рекламном бюджете, то если я вижу рекламу по Первому каналу, я однозначно на этот фильм не иду. И вы не видели все проекты. Это верный критерий, верный показатель. Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Мы потихонечку заканчиваем готовить рыбу. Сейчас мы с вами уже ждем нашего гостя. Я уже говорил, что это самый бюджетный фильм Греции, который сейчас выходит в прокат. К сожалению, вы его не увидите. Это будет ограниченный прокат. Этого фильма не будет. Практически в прокате это фильм Эль Грека про такого великого художника. И музыку к этому фильму вообще написал Ван Гелес. Очень серьезно. Вчера случилась премьера. Я фильм не видел. Я послал тот человек, которому доверяю. Он сказал очень для меня интересные слова, которые заставляют меня посмотреть. Мы сейчас пригласим и продюсера, кстати, этого фильма, и режиссера. У нас в гостях будет Янис Смарагдис. Сейчас мы с вами смотрим рекламу. Реклама. Реклама.